С момента совершения первого успешного полета самолетов «Братьев Райт» в 1903 году военная авиация прошла через поразительную эволюцию и достигла невероятных высот. Достижения в области аэрокосмических технологий, начиная от изобретения искрового прерывателя для двигателей внутреннего сгорания и заканчивая разработкой передовых технологий малозаметности, сделали военно-воздушные силы одним из наиболее решающих компонентов современного ведения войны. По мере того, как технический прогресс продолжает опережать время, нет сомнений в том, что военная авиация продолжит играть жизненно важную роль в поддержании глобальной безопасности и стратегического баланса сил на мировой арене. Эволюция военной авиации служит ярким свидетельством человеческой изобретательности, нашего непреклонного стремления к совершенствованию и внедрению инноваций в деле защиты национальных интересов. На протяжении всей истории военная авиация являлась краеугольным камнем успехов многих стран в вооруженных конфликтах. Будь то оперативная транспортировка войск, припасов и грузов в зоны боевых действий или обеспечение критически важной воздушной поддержки и прикрытия во время сражений, военно-воздушные силы зарекомендовали себя как незаменимый инструмент ведения войны, проявивший свою эффективность в бесчисленных конфликтных ситуациях по всему миру. От ключевых технологических прорывов до героических подвигов пилотов, которые буквально переписывали ход глобальных военных кампаний, военная авиация всегда была в авангарде многих решающих моментов в истории человечества. В этой увлекательной ретроспективе мы рассмотрим некоторые из этих знаковых событий, которые заложили фундаментальную основу для современных гражданских и военных авиационных технологий. Подобные открытия не только вдохновляют начинающих авиационных инженеров следовать по стопам великих новаторов, но и служат достойным напоминанием о том, насколько далеко может завести людей страсть к авиации и аэрокосмической отрасли. Давайте ненадолго рассмотрим некоторые из этих важнейших вех в развитии военной авиации. Первый полет братьев Райт. 1903 год. Хотя этот первый управляемый полет на моторизованном летательном аппарате тяжелее воздуха продлился всего 12 секунд и преодолел расстояние в 36 метров, он ознаменовал собой начало новой эры в истории авиации и положил начало всем последующим достижениям в этой области. Первая мировая война с 1914 по 1918 годы. В ходе Первой мировой войны военная авиация сыграла решающую роль, став важнейшим компонентом стратегии ведения боевых действий. Самолеты активно использовались для ведения воздушной разведки, бомбардировок вражеских позиций и ожесточенных воздушных боев. Это способствовало разработке более совершенных, скоростных и маневренных летательных аппаратов, оснащенных новейшими системами вооружения. Одиночный трансатлантический перелет Чарльза Линдберга, 1927 год. Успешный беспосадочный перелет Чарльза Линдберга из Нью-Йорка в Париж на легком одномоторном самолете «Спириту Сент-Луис» стал одним из величайших достижений в истории авиации. Этот подвиг проложил путь к коммерческим трансатлантическим перевозкам на большие расстояния. Вторая мировая война с 1939 по 1945 годы. В ходе Второй мировой войны военная авиация сыграла еще более масштабную и значимую роль, чем в предыдущих военных конфликтах. Самолеты широко применялись для нанесения стратегических бомбардировок, транспортировки войск и грузов, ведения воздушной разведки и воздушных боев. Разработка реактивных двигателей и в конечном итоге атомные бомбы также коренным образом изменила ход войны. Чак Йегер преодолевает звуковой барьер. 1947 год. Чак Йегер вошел в историю авиации, став первым человеком, преодолевшим звуковой барьер на экспериментальном ракетоплане Bell X-1. 14 октября 1947 года его полет на высоте около 13 км достиг скорости 1127 км в час, превысив скорость звука. Этот подвиг открыл новую эру сверхзвуковой авиации и положил начало разработки более быстрых военных и коммерческих самолетов. Корейская война с 1950 по 1953 годы. В ходе Корейской войны реактивные истребители впервые широко применялись в реальных боевых условиях. Американские F-86, Sabre и советские МиГ-15 вступили в ожесточенные воздушные бои в корейском небе. Превосходство американской авиатехники было продемонстрировано, однако высокие потери с обеих сторон подчеркнули необходимость дальнейшего совершенствования самолетов и вооружения. Вьетнамская война с 1955 по 1975 годы. Вьетнамская война ознаменовала эру массового использования вертолетов для транспортировки войск, снабжения и оказания огневой поддержки с воздуха. Эффективность вертолетов, таких как легендарный UH-1 Huey, в условиях джунглей Вьетнама способствовала разработке более совершенных и маневренных винтокрылых машин для ведения боевых действий. Война в Персидском заливе с 1990 по 1991 годы. В ходе войны в Персидском заливе коалиционные силы во главе с США продемонстрировали поразительную эффективность высокоточного оружия, включая управляемые авиабомбы и крылатые ракеты. Возможность наносить высокоточные удары по важным целям с минимальными потерями среди мирного населения изменила характер ведения современных войн. Теракты 11 сентября 2001 года Трагические события 11 сентября 2001 года привели к резкому росту использования беспилотных летательных аппаратов БПЛА для ведения разведки, наблюдения и нанесения высокоточных ударов. Способность БПЛА оставаться в воздухе длительное время и выполнять опасные задачи без риска для жизни пилота коренным образом изменила тактику ведения боевых действий и обусловила разработку более совершенных беспилотных систем. Космические путешествия Развитие космической отрасли также оказало значительное влияние на историю военной авиации. Спутники стали незаменимым инструментом для обеспечения военной связи, навигации и разведки. Многоразовый космический челнок использовался для запуска и обслуживания военных спутников на орбите. На протяжении десятилетий военная авиация играла решающую роль как в масштабных военных кампаниях, так и в локальных конфликтах по всему миру. От воздушных схваток Первой мировой войны до оказания гуманитарной помощи в зонах стихийных бедствий военно-воздушные силы всегда находились на переднем крае истории. Эта невероятная отрасль авиационной инженерии и исследований вдохновила тысячи людей осмеливаться, преодолевать границы возможного, делая все для защиты своих сограждан и продвижения человечества вперед. Подвиги пилотов-испытателей, конструкторов и инженеров заложили основу для современных передовых авиационных технологий, которые сегодня служат как военным, так и гражданским целям по всему миру.